Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня 9 января 2016 года. Мы с вами находимся на озере Пионерском в городе Барнаули. Наконец-то, после многочисленных сложных разговоров, мы запустили незамерзающий проб в этом году. И вот сейчас у нас изобретатель Иван Олежков хочет сказать буквально несколько слов по этому моменту. Да, это исторический момент, состоятельный изобретение 21 века. В камеру, в камеру. Принцип основной здесь очень простой, как все гениальное просто, так и здесь получается очень простая вещь. Дело в том, что температура воды плюс 4 градуса держится около дна, а она замерзает при нуле градусов, которые на поверхности. Если поднимать воду плюс 4 градуса на поверхность, поверхность не замерзает. На этом, в принципе, основано это изобретение 2005 года. Благодаря вот этой установке здесь будет достаточно просторная прорубь. Эта установка потребляет всего-навсего где-то порядка 20-30 ватт. То есть за месяц наматывает где-то 50 рублей всего. Поэтому вот эта вот незамерзающая прорубь позволяет создавать бесплатные зимние аквайспарки. Дело в том, что незамерзающая прорубь позволяет купаться в любое время круглосуточно. А это очень важно, потому что если прорубь продолбишь, искупаешься, через 15 минут она уже непригодна для купания, покрывается литком. А здесь в любое время, и действительно, вот уже третью зиму работает, нынче только с задержкой у нас получился запуск, а так третью зиму уже работает, и здесь купаются постоянно с утра до вечера. Здесь народ приходит в любое время, разделся, искупался и пошел не долбить, не расчищать не надо. Еще очень важное преимущество, вот сейчас мы ее только поставили, это заход в воду с берега. То есть если прорубь долбить, то около берега лед самый толстый, долбить там невыгодно. Приходится долбить, ставить лестницу, чтобы спускаться в прорубь и вылазить. А это неудобно, невыгодно, лестница обмерзает, потому что каждый выходящий человек с него течет, лестница обмерзает. И это небезопасно, на лестнице можешь поскользнуть, удариться, получить травму. А здесь сейчас вот протает, сейчас вот установка, завтра-послезавтра протает до берега прорубь. И заход будет с берега, как на летнем пляже. А что будет на крещение здесь, как думаешь? На крещение здесь будет достаточно хорошо, на крещение, вот проект крещенского купания, если нынче его поддержат городские власти, вот, то здесь достаточно удобно будет на крещение сделать заезд, здесь расчистить стоянку, вот смотрите, площадь свободная. Расчистить стоянку. И будет таким образом организовано. Здесь, на этой стоянке, порядка 20 машин могут стоять, совершенно спокойно. Дело в том, что, подъезжая к проруби, подожди, подожди, это очень важный, очень важный момент. Дело в том, чтобы искупаться в проруби, искупаться в проруби, лучше всего это подъехать к проруби на машине. То есть ты разделся, одежду положил в машине, вышел, искупался, оделся. Иван, руки замерзают. Сейчас вот сколько, градусов, наверное, 15-20, да, наверное? Да. Я думаю, что здесь вот этот проект, он у меня был описан еще в прошлом году в интернете, он есть. Если его нынче поддержат, то будет очень удобно. Дело в том, что если ты, где-то машина у тебя далеко, то тебе приходится машину закрывать, глушить, потом где-то раздеваться, одеваться, а здесь у тебя в машине. И потом, если ехать купаться, допустим, специально ехать. Нет, здесь накрещение машин очень много, сотни машин здесь, блин, они не в ней. Смотри, здесь ворота, сторож. Машина выехала, следующая заезжает, выехала, заезжает. Так, здесь-то машина будет стоять. Все, Иван, давай, это пусть там городские власти думают. Пять минут. Я просто... Нет, надо это предложение. Хорошо, я что еще хотел сказать, как бы это самое... Ну вот, прорубь сделали, теперь для всех, для всех буквально категорий, маржей, любителей зимнего плавания, там аквайз театра, там каких-то марафонцев, там всяких разных. Приходите, занимайтесь. Причем прорубь вот эта работает, она бесплатно работает просто. Вот, так что приходите.